Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как пользоваться биопрепаратом Трихофит для лечения болезней огурцов и помидоров. На моих огурцах сорта Аякс появился такой грибок, как перонаспороз. Начинается болезнь вот с такого листа. Появляются небольшие пятна. Затем это пятно увеличивается до такого размера и в конечном итоге лист полностью засыхает. Основной причиной этой болезни является перенос грибка на дальние расстояния при влажной погоде или обильном поливе холодной водой. Я в этом году огурцы не подвязываю, так как у нас большая засуха и постоянно они выгорают на вертикальной шпалере. Сверху накрыл это все хозяйство светозащитной сеткой для того, чтобы они не пеклись. Здесь есть как молодые огурцы, недавно посаженные, так уже и плодоносище. Так как мы огурцы уже срываем и употребляем пищу, нужно воспользоваться биопрепаратами для его лечения. Иначе это будет вредный продукт. Вот мне посоветовали препарат Трихофит. Большая емкость, цена небольшая около 45 гривен. Здесь целый литр, хватит надолго. Согласно инструкции его выпускает Одесская область. ПП Агрозахист. И он применяется для лечения серой и белой гнили, черной ножки, парши, фитофтороза, фузоадриоза, бактериоза, мучнистой росы и корневой гнили и так далее. Основные грибковые заболевания. Для того, чтобы обработать грунт, необходимо 30 миллилитров этого препарата на 1 метр квадратный грунт. Для замочивания корней саженцев или картошки 200 миллилитров препарата на 10 литров воды. Для опрыскивания растений 250 миллилитров на 10 литров воды по голому стеблю и листу в период цветения и по плодах с интервалом 12-15 дней, что я сейчас и сделаю. Для начала необходимо хорошо перемешать биопрепарат. Взять 10 литров водопроводной теплой отстойной воды и небольшую мерную емкость. Эти 10 литров воды необходимо вылить 250 миллилитров биопрепарата. Запах у него специфичный, медовый. Препарат имеет такой желтый медовый цвет. Аромат похожий тоже на мед чем-то. Консистенция мутноватая. При выливании его в воду, вода приобретает желтоватый мутный оттенок. Хорошо перемешиваем раствор и начнем опрыскивание. Препарат чистый, поэтому фильтровать его не нужно. Опрыскивание растений необходимо проводить в безветренную погоду утром или вечером для того, чтобы растение успело впитать все полезные микроэлементы и препарат успел подействовать. Опрыскивать необходимо как пораженную листву огурцов, стебли, так и плоды, потому что эта болезнь развивается по всему растению. Опрыскивание очень обильно для того, чтобы препарат хорошо подействовал как сверху, так и снизу листа. Также я обработаю этим биопрепаратом помидоры. У меня это сорт сказка. И тоже немножко заболел фитофторозом. Необходимо все лечить. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как бороться с болезнями на помидорах и огурцах с помощью биопрепарата Трихофит. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok